Всем привет! Сегодня день рождения нового, новых двух гражданинов, граждан, наверное, правильно, США. Олеся уже получила гражданство, сейчас я еду, у неё на 12, у меня на 2. Из-за этого коронавируса, из-за этой фигни, короче, все appointment перенесены, мы должны были ещё получить в марте, но так как эта вся фигня произошла, перенесли appointment на сегодня. Сегодня у нас июнь, 23 июня, и вообще церемония проходит в большом зале, торжественно, в данном случае я сегодня, я даже не знаю, как это будет проходить, но я думаю, это будет в каком-то, в малом количестве людей будет собрано, и группами. Олеся уже получила, сейчас мы поедем, спросим у неё, как было, потом я пойду. Я хотел с ней пройти, короче. Типа, как мне семья, но забыл свои бумаги. Пошёл за гражданство, но не взял свои бумаги. Нужно взять письмо, поэтому там ещё одна анкета, нужно было заполнить одну анкету. Такие вопросы, коротко скажу. Типа, были ли какие-то косяки в то время, с момента экзамена и до сегодняшнего дня, то есть до appointment. Короче, смотрите, когда вы сдавали экзамен, отпечатки и так далее, и до appointment, именно до анаугурации, до сегодняшнего дня, если там какие-то были violation, какие-то что-то, нарушение закона какого-то и так далее, то вы должны это заполнить, и я не знаю последствия, если бы что-то произошло или произойдёт с кем-то, дадут, не дадут, вообще не знаю. У нас всё хорошо, поэтому у нас всё хорошо, и поэтому Алиса уже получила. Так что, вот так вот. Перед этим насмотрелся много видео, как люди получают гражданство, что делать, как. Я вам скажу всё это индивидуально, когда смотрите видео. Вот, например, люди говорят, типа, надо одеваться там красиво, улыбаться там ещё что-то, третье-десятое, короче, всё это ерунда. У нас такого не было, всё было... Экзамен был вообще проще простого. Никто вам там не улыбался особо. Про одежду как хотели, так и приходили. Я вообще в шортах ушёл. Я в своём репертуаре. Никто вас за это не выгонит, это ваше право. Хочешь в шортах, приходи в шортах. Хочешь улыбаться, улыбайся. Не хочешь, не хочешь. Как бы... Есть такие рекомендации в плане того, что, типа, всё-таки праздничное событие и так далее. Но... Это дело лично каждого. Я вам не говорю, там, одевайтесь в шортах и не улыбайтесь. Нет. Конечно, я был в хорошем настроении и так далее. Но... Если мне комфортно в шортах, я пришёл в шортах. Сейчас, кстати, я в джинсах. Сейчас должна быть офигенная большая церемония, там, принятие, клятва и так далее. Но, возможно, этого не будет. Не знаю. Вот сейчас мы поедем и сейчас у вас спросим. После церемонии я вам расскажу, как всё было. Олеся скажет со своей стороны. Кстати, эта церемония проходит в двух милях от нашего дома, где мы живём. Вот едем по дороге. Кстати, здесь наш ребёнок учится, в школу ходит недалеко. Вот так вот, друзья, пришёл тот момент. Я скажу честно, по ощущениям, до гражданства и после гражданства, у меня ещё нет гражданства, окей. Ну, практически уже. Как бы, знаете, до гражданства как-то всё-таки не полной грудью дышится. Есть такие ощущения, когда вот получше гражданство как-то станет получше, будет как-то больше прав, будет лучше дышаться, больше будет... Больше... Всё, Олеся, гражданин США. Как это классно. Ну, какие ощущения, рассказывай. Какие ощущения? Да-да. Хорошие. А? Хорошие. Хорошие? Что чувствуешь? Чё, чувствую? Да-да. Радость чувствую. Да? Да. Чувствуешь, что стала сильнее, могущественнее? Больше каких-то возможностей? Возможностей, я думаю, больше, да. Радость. Или нет такого? Или, ну, получила, получила. Спокойно, да, но так это... Понимаю, что это классно, что теперь... Так где, вот в этом здании получили? Да. Вот видишь фотографии? Угу. Можно показать? Да, вот так можно. Вот, видишь? Да. Сертификат, идут ещё папки с документами, там, информация дополнительная. Сейчас можно лыжи мылить и валить? Куда хочешь, да, нет вот этих рамок, типа, полгода в стране, полгода в стране и так далее. Расскажи, как было? Ещё много предстоит чего узнавать, знаешь, много в чём разбираться. Расскажи, что там было внутри. Минут сразу я зашла и встала, все стоят друг от друга на 6 фит расстоянии. И у нас было 6 рядов, каждый человек стоял, не сидя, обычно же сидя, стоя все были. И произнесли просто клятву, подняв руку правую, и всё. И после этого нам выдали сертификат, и потом мы вышли все по порядку и взяли каждый по папке. Обычно они говорят, тут музыка и видео они там воспроизводят, там песни, а сейчас всё сделали очень коротко, чтобы это всё происходило побыстрее. Но всё организовано по-другому. А Трамп говорил? Нет. Не было? Женщина говорила только, я бы ему повторяли. Угу, ясно. А была возможность мне с тобой пройти или нет? Как думаешь? Там ещё были места, возможно, да, если бы ты не был бы... Пипец, поехал на гражданство и забыл документы. Поехал куда, не знаю, ничего. Даже не взял себе никакие документы, ни папки. А маска не обязательно? Обязательно все были в масках. Дашь мне свою маску? Могу дать. Все? Что-то хочешь сказать? Хочу сделать эту графику. Давай. Олеся уже гражданин США, а я ещё не гражданин. Мне ещё до этого осталось ровно час. И мы решили поехать домой, пообедать и вернуться. Ты тут рядом с домом 8 минут от дома буквально. Я не знаю. И вся церемония 10 минут занимается. Кстати, за этот час может многое измениться, да? Так что, drive safe. Drive safe и так далее, не знаю. Пипец. Надо быть очень осторожным. Расслабься. Нет, ты гражданин уже США, а я ещё не гражданин. Ну, я не ощущаю вот это внутри себя, что что-то вот... Ну, а как ты должен ощутить? Не знаю. Ты ощутишь со временем, когда ты там соберёшься полететь куда-нибудь захочешь. Будем уже заходить в ту линию, где сиды за мной. Да, вот это приятный момент. Знаешь, такие приятные моменты, что когда ты летишь, например, как мы с Молдовы летели и могли пойти в линию, где citizen только. И эта линия, конечно, всегда практически свободна. Да. А другие линии, они обычно полные такие, заняты. Вот это вот будет бонус такой. Ну и много других. Где-то можно без виз въехать. Можно будет голосовать. И ещё обязательная процедура – это вызов в суд. Ты как присяжи. Ну, присяжи нам вызывают. Ты должен сидеть в суду, слушать и принимать решение, голосовать, типа, обвинять, не обвинять и так далее. Кстати, это очень важный момент. Если нам письмо такое будет приходить, я буду отказываться от этого. Если не ошибаюсь, то можно отказываться. Так как я на 100% английский не знаю и не хочется делать свои… Хоть бы на 50% знал. Ну, даже если бы на 50% знал, то я бы отказывался от этого. И хочу делать свои вот эти вот выводы, знаешь, там, ни половины непонимания, типа, осуждать человека или не осуждать. Я слышал, что можно отказаться от этого. В плане того, что вы несовершенствую владеете английским. И это нормальная вещь. Ну, конечно, такой момент, знаете, английский как бы так. Никак. Так, он выпекся. Окей. И… Все. Неполноценный такой полу… Что-то как это же. Самое интересное, заходишь туда, сразу забирают я грин-карту. Все, и не возвращают. Я всего ее сфотографировать и забыл. Дали вот такой огромный пакет. Там надо будет почитать, разобраться. Еще некоторые движения сделать. И там внутри сертификат о гражданстве. Получается, если сейчас я захочу полететь или что-то сделать, надо мне вот с этим пакетом вместо грин-карта летать. Олеся? Короче, берешь этот пакет и летишь? Да не, я шучу. Короче, сейчас надо делать паспорт. И тогда с паспортом уже можно летать во многие страны без визы и всякого такого. А если сейчас захотите улететь, например, в Мексику или там в Канаду или еще куда-то, возможно, не пустят. А если пустят, то на обратном пути надо будет просто обратно в сторону не пустят. Надо будет найти посольство, там делать временный паспорт и так далее. Поэтому сейчас выезд какой-то запрещен, то есть нежелателен, пока не получить паспорт. Следующий шаг – это паспорт. Но паспорт не обязательно. Можно вообще паспорт не делать никогда в жизни. Так жить с драйвер-лайсенсом, с ID. Не знаю, там что, и никуда не выезжать, а жить в пределах страны и США. Но надо будет нам сделать. Я думаю, чем быстрее, тем лучше. Вот так вот. Честно скажу, сейчас как будто руки разбежались. Вот реально. До гражданства, знаете, некоторые варианты. Вот старался многие вещи умалчивать, потому что понимаешь, что если что-то не так скажешь, могут все-таки потом это вспомнить. Теперь как-то открыто можно больше о других вещах говорить. И, кстати, вопрос мне говорили, почему я не был на митинге и так далее, или почему я не поддерживаю эту всю движуху. Да вот почему. Потому что, не дай бог, что-то случится, и там начнется какое-то незаконное движение, попадешь там, и твое имя потом будет там фигурировать. И сейчас бы я бы этого не имел бы. Да. Так что, ребята, те, кто, у кого еще грин-карты нет настоящего, такого, нет еще гражданства, то есть так, грин-карта, либо еще, ну, незаконные еще прямо такие, не кажется, без гражданства, то я не советовал бы вам в всяких таких движениях участвовать. Соблюдайте на протяжении всего этого времени закон и просто ждите, терпите. Всегда соблюдайте. Да. Нет, ну вот можно пойти митинговать законно. Протестовать. Протестовать, митинговать законно, да. Но иногда эти протесты закончатся очень плохо. Да, как эти протесты могут закончиться незаконно. Да, и не дай бог в этот момент даже в мирном митинге начнется что-то немирное, и там потом имя будет фигурировать. Оно вам надо. Поэтому в этом плане. Как бы сейчас они, может, мирные, а потом немирные. Пап, а что мы пойдем в Тусси? Ну, мы сейчас пойдем на озеро Фолсов. Вскрыли ребята папку, и вот лично мне из Белого дома сообщение. Смотрите. A message from the President of the United States. Походу что-то очень важное, наверное, предвыборная компания сейчас обещает быть интересной. Я думаю... Ну да, сейчас они мне будут предлагать, наверное, балансироваться, именно мою кондитутуру будут двигаться. Балансироваться? Это лично сообщение от президента, ты понимаешь? Смотри. Вот следующие движения, следующие шаги, которые нужно сделать после того, как ты стал гражданином. Нужно это делать Ренату, нужно social... Ну вот, apply to US passport. Надо паспорт сделать, social security update надо сделать, что мы уже граждане, они президенты. Зарегистрироваться на выборах. Obtain a certificate of citizen for your child. Ну это для Рената надо сделать, для Роберта есть. Sponsor family, ну это типа можно... Sponsor family members to come to the United States. Это можно для мамы сделать, для родителей, я так думаю. Не знаю, для братьев и сестер можно нельзя, не знаю, надо почитать. Так, permanent resident, то есть грин-карта, вот можно маме сделать. Relative and be able. Relative это родственники, да, типа? Relative это ближние родственники, да? Relative. Relative, окей. А? Ну а кто считается? Relative, я не знаю. Родственники. Вот тут не написано, кто конкретно, мама, папа, братья, свекровь и кумовья нет, но мама и папа точно 100%. Насчет ближайших родственников, там типа двоюродных, троюродных, я не знаю, и друзей, и корешей, и кумовьев. А вот тут сразу аппликация, application на паспорт. Надо будет сделать. Ответственный день. Едем закрывать сделку, мы покупаем дом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова